Судороги в ногах, бессонница, усталость, тяга к сладкому, запоры. Всё это не просто стресс и не возраст. В большинстве случаев причина глубже в том, что ваш организм потерял свой главный элемент спокойствия и энергии – магний. Но в то же время много людей принимает магний и не получает никакого эффекта. Это не потому, что не работает, а потому что большинство людей не понимает, как это работает. Этот элемент участвует в сотнях, в сотнях реакций. Почему это происходит и как это исправить, давайте разберёмся. Почему магний критически важен? Первый. Магний – это кофермент. Кофермент – это химический элемент, который способен включать или выключать фермент. А ферменты – это биологические катализаторы, которые участвуют во многих биохимических реакциях в нашем организме. Отсюда следует, что магний участвует в сотнях реакциях в нашем организме. Второй. Магний обеспечивает работу ионных каналов. Эти каналы проводят кальций и калий внутрь или наружу клеток. Баланс ионов кальций и калий влияет на сократимость мышц, гладких мышц, поперечно-полосатой мускулатуры и сердца. Поэтому магний влияет на тонус сосудов, соответственно, на артериальное давление, на работу центральной нервной системы и даже на сердечный ритм. Третье. Магний участвует в синтезе глутатиона. Глутатион – это наш основной естественный антиоксидант. Антиоксиданты, как я много раз говорил, защищают наши клетки от свободных радикалов. Если эта способность нашего организма снижается, то свободные радикалы начинают воздействовать, негативно воздействовать на наши клетки. И это является главным фактором старения. Я думаю, вы уже поняли, что магний – это важный элемент для нашего организма. И ещё хочу сказать, что он незаменимый элемент. То есть наш организм не может синтезировать магний, он поступает в наш организм извне. Почему возникает дефицит магний у людей? Первая причина – так как многие микроэлементы поступают к нам в организм с едой, то очевидно, дефицит может возникнуть у тех людей, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть у кого плохо усваивается еда. Также дефицит магний может быть у людей с проблемами почек, так как магний выводится через почки. И ещё дефицит магний может быть у людей, кто не употребляет продукты, богатые содержанием магний. Друзья, перед тем, как продолжить, хочу сделать небольшой анонс. Многие из вас спрашивали, когда будет онлайн-курс интервального питания. И рад сообщить, что я запускаю новый онлайн-курс интервальное питание. Благодаря этому курсу вы измените своё отношение к питанию, свой режим питания. Если вы хотели похудеть, вы сможете похудеть. Если вы хотели снизить холестерин, и это у вас получится. Только за 21 день, конечно, не получится, если вы будете этим дальше заниматься в течение 3-6 месяцев. Если вы хотели просто наладить своё питание, чтобы стать энергичнее, бодрее, вообще улучшить своё здоровье, и это у вас получится. И если вы хотите узнать, что такое свойство продуктов с точки зрения тибетской медицины, это тоже я вам объясню. И самое главное, конечно, вы все сможете отрегулировать режим питания согласно биологическим часам. Записаться на курс вы можете уже сейчас по первой ссылке в описании или в первом комментарии. В каких продуктах больше магний? Первый. Это, конечно, орехи и семена, все зелёные овощи, в гречке и в бобовых. Дальше хочу рассказать очень важный момент, почему анализы крови не отражают дефициты магний. Организм взрослого человека примерно содержит 25 грамм магний. Из них 50-60% находятся в костной ткани, остальная часть магния находится в мягких тканях и клетках. Крови концентрации магний только показывают 1%. И когда мы сдаём анализ крови, он не всегда отражает насыщение нашего организма магнием. Потому что обычный анализ крови плохо отражает внутриклеточный статус. На самом деле, эта проблема связана не только с магнием, но и с другими многими микроэлементами и даже с витамином D. И вообще, это интересная тема. Если вы поможете продвинуть хорошо этот ролик своими лайками, комментариями, активностью, то я сделаю ролик на тему дефицитов микроэлементов витаминов. Как понять, что у вас есть дефицит магния? Это очень сложно. Многие говорят, что сутрики в ногах, бессонница, тревожность, слабость и так далее, они являются симптомами дефицита магния. С одной стороны, да. С другой стороны, это могут быть симптомами других состояний. А вот что можно точно сказать, что наш организм жёстко контролирует концентрацию уровня магния в крови. Если вдруг концентрация магния повышается в крови, то сразу наши почки подключаются и начинают выводить магний. А если снижается, то почки начинают задерживать магний и тем самым уравновешивают концентрацию. Если вдруг у вас есть симптомы, которые говорят о том, что у вас есть дефицит магний, то в первую очередь вам нужно обязательно выяснить, действительно ли это связано с дефицитом магния. Почему же люди пьют магний и говорят, что не работает? Во-первых, они неправильно выбирают формы магния. Если посмотреть биологически активные добавки, там очень много различных магний. И люди просто не знают, чем всё это отличается. Вот все виды магния, которые представлены сейчас на рынке, они делятся на две группы. Неорганический и органический. Неорганическим магнием относятся сульфат магний, хлорид магний и оксид магний. Сульфат магний – это та форма, которая вообще не усваивается. Он очень хорошо расслабляет, вызывает понос даже, диарею. Хлорид – это самая дешёвая форма. Сульфат магния – это форма, говорят, что хорошо подходит для кожи, может помогать, но тоже плохо усваивается. Неорганические формы магния отличаются от органических тем, что в этих видах магний содержится большое количество процентное содержание именно магния, но при этом эти виды магний плохо усваиваются. Если же говорить про органические, то здесь первый и самый, наверное, известный – это цитрат магний. Хорошо включается в обмен веществ, помогает при усталости и судорогах. И это магний хорошо даёт энергию. Вторая форма – это глицинат магний. Эта самая мягкая форма магний хорошо подходит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, потому что эта форма не раздражает желудок, расслабляет хорошо. Следующая форма магний – это таурат магний. Это незаменимая форма магний для сердца, так как таурин улучшает сократимость сердечной мышцы, снижает давление и повышает выносливость. Следующая форма – эльтрионат магний. Эта форма магния хорошо улучшает концентрацию внимания, при стрессах хорошо помогает, расслабляет. И эта форма магний считается, что она проникает через гематоэнцефалический барьер и может напрямую питать мозг и препятствовать предевременному старению мозга. И малат магния – это самая биодоступная форма магния, она усваивается лучше всех, считается. И поэтому эта форма подходит всем людям, у кого нехватка магния, именно дефицит магния. Если говорить о суточной дозировке, то принято считать, что для мужчин нужно или необходимо 450 мг магний в день, а для женщин – 350 мг. И здесь, конечно, вы должны изучать каждую форму магния, упаковку. Какая форма в этом баде, да, и что помимо магния туда входит. Вот, например, малат магний. Вы должны понимать, что малат – это соль яблочной кислоты. Когда эта соль связывается с магнием, магний становится более биодоступной. Вот вы должны каждую форму изучить и принимать те формы, которые вам нужны. Любимый вопрос всех моих пациентов – когда принимать магний? Я всегда говорю перед сном. Вот я сам время от времени принимаю магний. Когда у меня много тренировок, или когда стресса много, или долго не отдыхал, я принимаю действительно. И мне хочется верить, что это помогает. И почему вообще я так говорю? Потому что если мы не соблюдаем правильный образ жизни, питания, и у нас нет двигательной активности, вряд ли магний поможет. А вот когда ты всё делаешь правильно, у тебя хорошо самодисциплиной, и ты чувствуешь себя действительно энергичным, и в этот момент ещё что-то, когда добавляешь, именно добавки, биологически активные добавки, и их используешь по назначению, действительно ты чувствуешь эффект. А когда всё неправильно, при этом вот это всё, что ты должен делать, не делаешь и хочешь заменить биологически активными добавками, тут никакая добавка не будет работать. Помните об этом.